Приветствую всех, кто смотрит мой YouTube-канал. Долгое время не ставил своих материалов. Интервью на канале был достаточно, с одной стороны, занят, с другой стороны, ну, как бы не получал того результата, который хотел бы получить с точки зрения его просмотров. За этот период времени, эти несколько месяцев, был в разъездах, приходилось много ездить в ту же Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, смотрел, правильно ли я понимаю то, что написал книгу и другие свои материалы, научную монографию «Народный капитализм. Экономическая модель для Украины». Думал, может, что-то надо скорректировать, что-то развить. Думал, может, в чем-то ошибся, поскольку, как бы, Украина очень долго почему-то после последней революции достоинства не переходит к этой модели, а остается биться вот в этих конвульсиях кланово-олигархической системы, олигархата правящего. Причем мы знаем с вами, что у нас уже построена наивысшая, самая тупиковая форма кланово-олигархической модели капитализма. Это так называемая модель государственно-монополистического капитализма, государства стационарного бандита. Ну вот, приходило сейчас очень много преподавать в своей академии, в других университетах, размышлял над этим. Ну и думаю, что вот сегодня уже пора снова возобновить канал. Думаю, что обязательно надо делать небольшие интервью по темам, что такое народный капитализм. А народный капитализм – это экономический фундамент для развития идеологии национального консерватизма. Это правая идеология, не так называемый центристский, правоцентристский, как про некоторые там либерализм, социал-либерализм, либертолиареанство и так далее. Я считаю, что будущее Европы, по крайней мере, это, вне сомнения, национальный консерватизм. То есть это совмещение традиций любого государства, но реальных, правильных традиций. Это не тех ублюдочных, так называемых, советско-коммунистических, эгипетских традиций, которые сформировались на терренах Советской империи. И когда Украина потеряла свою первооснову, это частную собственность, индивидуальную частную собственность, трудовую частную собственность, продуктивную частную собственность. И сейчас мы пытаемся ее возобновить, но, к сожалению, не в том формате, который бы нам нужен. Не в модели народного капитализма, а в модели вот этих, так называемых, интернациональных, космополитических, транснациональных корпораций, которыми руководят воры в законе, представители КГБ и высшей коммунистической номенклатуры. Фактически они являются правящим классом на всем бывшем советском пространстве. Это одна тема. Вторая тема, думаю, очень важная. Это, конечно же, местное самоуправление, это формирование объединенных громад, это ликвидация районов, как таковых, с районными администрациями. То есть надо сломать вот эту кланово-олигархическую, детерминированную, иерархическую вертикаль, чтобы перейти к горизонтальной сети свободных мест и громад. Прежде всего, необходимо, она будет двуровневая, эта модель, это объединенные громады, а вверху должны быть пока области, но надо перейти к краям. То есть ликвидировать вот этот элемент так называемых районов. К сожалению, мы знаем, что мы сейчас идем по копии польской вариант, то есть мы хотим взять у них трехуровневую модель, у них тоже есть гмина, повяты и воеводство, она совершенно неэффективна, эта модель. Ну и, конечно, будем говорить про аналитику, будем выставлять мои такие небольшие выжимки с моих выступлений на разных каналах. Вот, постараемся обогатить наш YouTube-канал. Я думаю, будем ставить моих разных товарищей, партнеров по нашему делу формированию модели народного капитализма и уничтожению вот этой кланово-олигархической модели и уничтожению правящих кланов. Всех приветствую еще раз и думаю, что вы, пожалуйста, подписывайтесь, пожалуйста, распространяйте материалы моего канала, ну, чтобы у нас был такой интерактивный диалог, интерактивное общение, чтобы можно было, как говорится, не было системы Ниппель в одну сторону, а чтобы была эта система, которая обогащает и меня, как того, кто формирует данную идеологию, структуру и платформу, но и тех, кто это смотрит, тот, кто это распространяет и тот, кто станет активным участником построения в Украине модели народного капитализма и продвижения правого идеологического системы взглядов в матрице национального консерватизма.